Всем здравствуйте! Меня зовут Лиза Коробкова. В сегодняшнем видео речь пойдет о самой женственной детали гардероба, о платье. Они не теряют своей актуальности даже зимой, но не все понимают, как их носить в самое холодное время года. И в итоге отдают предпочтение бессменным джинсам и брюкам. Так что давайте разбираться, как носить платье зимой и при этом не мерзнуть. Первое, что приходит на ум, это платье-свитер. Это очень многофункциональная вещь. Можно носить с поясом и на каблуках. Если модель платья свободная, то она хорошо сочетается с сапогами на плоском ходу. В результате получается очень уютный образ. Чтобы носить платье-свитер, нужно обязательно учитывать тип фигуры. Для песочных часов хороши облегающие модели. Сами понимаете, это подчеркнет главное достоинство – тонкую талию. Фигурам типа груша подходят платья с легким расклешением к низу, с воротником или декольте. Здесь важен акцент на верхней части тела. При этом длина платья не выше колена. Это тоже вскроет полноту бедер. Худеньким девушкам с фигурой типа прямоугольник подходит любой фасон платья-свитер. Следующие модели платьев для зимы – это сдержанные миди-платья. Длину миди для платьев можно считать универсальной. Нет такого типа фигуры, при котором не стоило бы носить такие платья. Кроме того, миди – это комфортная длина для повседневной носки. Обязательное условие для зимнего ношения таких платьев – это сапоги до или даже выше колена. Отдельно нужно сказать про платья из вельвета. На них почему-то мало обращают внимания, но в них очень тепло, и еще образ в целом получается более изысканным. Такие платья можно носить с кардиганами или жакетами, а еще можно сделать акцент на талию с помощью кожаного ремня. Одна из моих любимых тем для морозов – это платья длины макси. Многие почему-то обходят стороной их, ну, думают, что легко запачкать подол. Поверьте, в минус 10 подол остается идеально чистым. А если на улице минус 20, минус 30 – это единственный вариант, при котором ноги и все, что выше, вообще не мерзнут. Еще длина макси хороша тем, что под нее можно обуть практически любую удобную обувь, даже грубые хилфигеры. Что еще носить зимой? Сарафаны. У них есть еще одно преимущество. В зависимости от погоды под низ можно надевать тонкую блузу, кашемировую водолазку или даже шерстяной свитер. Очень удобно использовать однотонные варианты, тогда нет риска перегрузить образ деталями. Для работы и повседневности обычно выбираются черные и серые сарафаны. Можно с тонкой полоской или классическим мелким бринтом, типа елочки или гусиной лапки. А если вы хотите выделиться, сделайте ставку на синий цвет, он вообще всем к лицу. Также помните о том, что сарафан задает тон для верха. Верх должен быть не слишком свободным и из менее толстой ткани, чем само платье. Иногда зимой еще вполне могут быть уместны не только теплые, но и легкие платья, те, которые мы носили летом. Когда они уместны? Ну, во-первых, на праздничных мероприятиях. Но можно их вписать и в повседневную жизнь. Шифоновые платья, например, хорошо гармонируют с плотными колготами и высокими сапогами. А сверху можно надеть что-то трикотажное и объемное. Здесь главное играть на контрасте фактур, тогда образ будет смотреться выигрышно. В общем-то, мой обзор зимних платьев подошел к концу. Если я что-то пропустила или забыла, пишите обязательно в комментариях. Мне вообще очень интересен ваш опыт. Ну и ждите новые, свежие, интересные, полезные видео на моем канале. Подписывайтесь, если не подписаны. Ставьте лайки. И до новых встреч. Пока. С вами была Лиза Коробкова. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok